Всем привет! Вот мы плавно и подобрались к относительно новому, но очень опасному виду мошенничества, развода, цыганства, называйте его как хотите, к врачам из инстаграм. В социальных сетях, особенно таких как инстаграм, модно быть молодым, красивым, успешным и здоровым. На этом, в общем-то, естественном желании и спекулируют инстаграм-блогеры. Сегодня мы поговорим про самых известных блогеров, зарабатывающих в прямом смысле слова на здоровье людей. Если 20 лет назад кто-то заряжал воду через телевизор, что хотя бы было безопасно, хоть и бессмысленно, то теперь миллионы людей из инстаграм рискуют своим здоровьем, следуя советам так называемых инстаграм-специалистов. Перед тем, как начать, минутка полезной рекламы. Согласитесь, каждый из нас хочет работу своей мечты, чтобы вставать не рано, ездить недалеко, делать не особо много, а еще лучше вообще ничего не делать, кроме снятия налички с зарплатной карты. Да, есть и такое, но чтобы дойти до этого уровня, нужно либо родиться дочкой миллионера, либо проявить смекалку и научиться выискивать лучшие среди разного. Именно поэтому рекомендую заглянуть на телеграм-канал «Чилипро», на котором самый сезон лучших подборок вакансий на удаленную занятость. Любая работа хороша, любой труд должен быть оплачен, и любой желающий заработать должен найти себя. Воспользуйся шансом. Найди дело по душе с «Чилипро». Все ссылки в описании. Переходите и подписывайтесь. Елена Корнилова, 29 лет, натуропат, трансгуманист, биохакер. Утверждает, что закончила университет Анхальта со степенью магистра биологии, Мюнхенский технический университет со степенью по органической химии. А сейчас обучается в Национальном университете Сингапура и планирует поступать в Стэнфордский университет. И вот это все она успела к 29 годам, но к ее образованию мы вернемся чуть позже. Там не все так гладко. Елена ведет блог, в котором, как она считает, помогает людям излечиваться от болезней, используя только натуральные продукты. На сегодняшний день у нее более 320 тысяч подписчиков, которые ежедневно слушают ее советы по излечению от большого количества заболеваний. Корнилова резко критикует современную медицину, предлагая более качественный способ лечения – употребление БАДов. БАДы – это натуральные или идентичные натуральным биологически активные вещества. Зачастую они используются для укрепления здоровья. Но безопасны ли они? По меньшей мере, не всегда. В разных странах фиксируется масса случаев, когда приемы БАДов приводили к тяжелым последствиям. Приверженцы такого способа лечения и называются натуропатами. Натуропатия, если коротко, это лечение природными средствами. С помощью БАДов Корнилова лечит такие болезни, как аллергия, гипотириоз, улучшает зрение и даже избавляет от седины. То, чем я занимаюсь, это мое развлечение и хобби, помогающее сотням людей. Да что ты говоришь, моя хорошая? Под каждую болезнь у нее предусмотрен специальный курс БАДов. Разработанные ею схемы приема этих препаратов могут включать в себя перечень из 50 таблеток. И это стандартная ситуация. К примеру, рацион против аллергии включает в себя 32 препарата. С утра натощак за 90 минут до еды. Алирас 2 таблетки за 30 минут до еды. Тверцетин и бренелайн 2 таблетки, 1 стакан воды, щепотка гималайской соли. На завтрак витамин D 5000 единиц, витамин С 1000 мг, В5 4 таблетки, магний 3 таблетки, патетин 2 таблетки, фосфатидил и хаин 2 таблетки, альфа-макс 2 таблетки, омега-3 2 таблетки, синемарин 1 таблетка и так далее. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мискалина, 5 пакетиков бетиламил-лизергиновой кислоты или ЛСД, соломка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных ампотаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Я думаю, после приема такого количества таблеток можно не только излечиться от всех болезней, но и бессмертным стать. Чтоб не выросла третья сиська, пить схему от радиации. Корниловой про детей не забывает, для них предусмотрена точно такая же схема, но единственная дозировка поменьше. Как я уже говорила, прием определенных БАДов может нести и обратный эффект. Бывали случаи, когда от приема китайских биологических добавок люди массово госпитализировались с почечной недостаточностью и даже раком почек. Однако Корнилова плевать на это хотела. Ее курсы универсальны, подходят абсолютно всем. И она не думает о том, что у людей могут быть индивидуальные противопоказания, к примеру, при беременности, аллергии и так далее. Мне вот интересно, она вообще осознает, чем занимается? Я это все стараюсь учитывать, и чем глубже я копаю, тем я понимаю, что, боже мой, я нифига ничего не знаю. Это пиздец. В ее схеме для беременных вообще присутствует часть препаратов, не имеющих никаких доказательств эффективности против чего бы то ни было. Елена пренебрегает рекомендованными дозами и всегда в сторону увеличения. В то время как при беременности назначают порядка 350 мг магния в день, Корнилова рекомендует принимать сразу три таблетки по 300 мг каждая, то есть 900 мг. В принципе, я все это назначаю в таких дозах, которые не навредят. Надо отметить, что польза от приема добавок с магнием у беременных пока не обнаружена. Аналогичным образом Елена поступает и с йодом, при том, что рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения дозы 250-500 мкг в день. Елена же рекомендует принимать 1000 мкг. Увеличивает дозы она неспроста, поскольку основной доход у нее идет именно с продажи этих самых БАДов. За каждую покупку по их провокоду они получают 5% от стоимости БАДов. Не сложно догадаться, почему она рекомендует принимать дозы в 2-3 раза превышающие норму. Чем быстрее будет кончаться препарат, тем быстрее надо будет покупать новый. Тем не менее, она предупреждает, что могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом, могут появиться покраснения и жар кожи, жидкий стул, задержка месячных и многое другое. Но, как она утверждает, это нормальный эффект, когда лечишься БАДами. И люди ей верят, ведь у нее уже 150 высших образований, и она действительно знает, о чем говорит. Но, как оказалось, никаких университетов у нее не было. Блогера вывели на чистую воду члены комиссии РАН по противодействию и фальсификации научных исследований. Они направили запросы в университеты, в которых якобы училась Корнилова. Проверили все возможные варианты написания ее имени и фамилии. И сингапурские, и мюнхенские технологические сообщили, что Елена там не училась и не учится сейчас. Представители юридической службы Минхенского университета сообщили, что документы об образовании, которые Елена показывает своим подписчикам, очевидная подделка. А, как известно, без медицинского образования нельзя назначать лечение. Но она обходит это тем, что пишет, что не проводит консультации, а все схемы – это просто информация из интернета. И вот такие врачи до сих пор продолжают лечить подобными методами тысячи людей. Если это зарабатывает в основном на продаже БАДов, то есть и те, кто умудряется помимо этого еще и приемы проводить. Один из таких инстаграм-врачей – Наталья Зубарева, самый популярный и высокооплачиваемый доктор в России. На данный момент у нее больше 2,5 миллионов подписчиков. Стоимость одного приема у этого врача начинается с 20 тысяч рублей. Несмотря на такую стоимость, очередь расписана на год вперед. Если же хотите ускорить прием, то придется отдать 40 тысяч рублей. Я думала, что эта цена значит нормально, если она пользуется такой популярностью и так помогает людям, то почему бы нет? У Зубаревой также есть своя академия, которую она рекомендует людям с сахарным диабетом, подагрой и проблемой с кожей. Вечное кураторство в рамках этой академии будет стоить 150 тысяч рублей. На вопрос, сколько она зарабатывает, она отвечает, что вообще не зарабатывает на этом, а делает все на благих началах. Спросили, Наталья, сколько вы зарабатываете на своем блоге? Я вообще так подвисла, мне мой директор машет, что давай чем-нибудь говори, а я не знаю, я говорю, а я на нем не зарабатываю. Как вы не зарабатываете на нем? Полный пиздеж. Но свой промокодик на покупку БАДов она все же не прочь оставить. Они только на продаже БАДов делают миллионы, а еще личные консультации и постоянные гастроли по городам. Деньги там крутятся просто огромные. Натуропатия сейчас активно набирает обороты. И таких врачей очень много. Регулярно появляются новые эксперты, желающие обогатиться. И плевать они хотели на то, что могут покалечить огромное количество людей. Главное, чтобы таблеточек побольше кушали. Еще один врач из этой сферы – блогер ГВшка. История у нее точно такая же, как и у всех. Куча высших образований, курсы, тренинги, самообразование и так далее. А вот все эти знания, они откуда? У меня? Да. Курсы? Ну, не только, а самообразование. У меня есть еще, у меня два высших образования. Я историк, я дефектолог. Я сейчас собираюсь поступать в медицинский. Конечно же, курсы, натуропатия. Я понимаю, что натуропатия, как бы, ко мне относится, как некоторые, да, вот, как какой-то ведьме. Там, не знаю, может быть, шар на танке. Может, куда-то меня серьез не воспринимает. Потому что мой возброс, моя внешность не внушает доверия. Вообще, мои знания из самообразования, из книг, из литературы. И лечит она теми же самыми бадами от того же производителя. Блогер специализируется на лечении аллергии. Также прописывает гору бандов и при этом отменяет все лечение, которое назначил врач, утверждая, что это неэффективно. Ну, самое главное, блогер ГВшка отменила лечение, назначенное врачом. И очень скоро большинству детей с потока Кати и ее дочке тоже стало намного хуже. Что касается отзывов, то, разумеется, они только положительные. Люди пишут, что выздоравливают и благодарят ее за это. Однако это далеко не так. Разумеется, все отзывы фейк. По факту от этого 20-летнего врача пострадали десятки, а то и сотни людей. Я не отвечаю за тех людей, которые после моего курса, как бы я не могу проконтролировать, что они делают, как они применяют знания, которые они получили на курсе. То есть это курс не медицинское лечение, это обучение. Точно так же, как вы прошли, прочитали какой-то, посмотрели вебинар. Вот так вот. Это обучающий курс. Многие мамочки жалуются на то, что граничкам становилось только хуже. Некоторым приходилось даже скорую вызывать. Но она говорит, что это нормальный эффект. Просто из организма выходят токсины. Когда мы вводим с вами диету, когда мы себя ограничиваем, начинаем, что в организм перестает от поступать яды, он делает такой выдох и начинает все вот эти вот накопленные токсичные вещества выбрасывать в кишечник, все яды выбрасывать в кишечник. То есть у ребенка выходит яды? Да, да. Ну вот, в виде сыпи, да? Да, токсичные вещества. Все эти методы лечения она черпает у Корниловой. Сейчас очень много современных научных исследований занимаются американские и европейские институты, которые изучают эту информацию. Известный автор книги-бестселлера «Кишечник и мозг» доктор Зубарева Наталья, которая ведет Инстаграм на 2 миллиона человек, говорит о том же, о чем и я говорю. И занимается тем, чем и я говорю. Просто у нее есть медицинское образование. Но это еще мелочь. Есть и Инстаграм-врачи, которые лечат абсолютно все и даже рак. Екатерина Филатова или Катя Тхи нашла стопроцентный способ излечения от рака. Она даже создала специальную закрытую группу для лечения онкобольных. Чтобы туда попасть, нужно выполнить несколько условий. Например, пройти платный вебинар. Но, к сожалению, после посещения подобных вебинаров появляются такие грустные истории. 28-летняя Светлана долго боролась с онкологией. И, казалось, выздоровление было близко. На просторах Инстаграма девушка нашла известного блогера. Зрительница назначала схему лечения и обещала, что скоро от рака не останется и следа. В мае Светлана не стала. Она умерла от истощения, а болезнь так и не отступила. Родственники погибших, поверивших в чудо социальных сетей, теперь готовят коллективный иск, чтобы привлечь блогершу к ответственности. Она знает, как вылечить все болезни. И самое интересное, что подписчики верят во все это. Вы должны понимать, что ни один Инстаграм-блогер, рекомендующий вам убойные дозы чего-либо, не несет ответственности за ваше здоровье. А авторская программа не является синонимом грамотно проведенных клинических исследований, доказавших эффективность терапии. Более того, вы с большой вероятностью нарветесь на откровенных мошенников, и проверить их, не имея специальных знаний и навыков, будет не так просто. По факту, все эти врачи просто бесчувственные существа, преследующие только одну цель – заработать как можно больше денег. Их не волнует, что из-за этих вот рекомендаций страдают люди. Считаю, что этой теме нужно придавать большую огласку, поскольку этого не разводить людей на покупку курсов. Это гораздо серьезнее. Помогите распространить это видео, поскольку я уверена, что среди ваших знакомых есть те, кто подписан на этих врачей и даже не подозревает, что все это большой обман. Для этого необходимо написать любой комментарий, поставить лайк и подписаться на канал, а также отправить своим знакомым. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok